Привет, друзья, с вами Варчик. Суббота, вечер, у меня не работает интернет. Слава богу, я успел установить Sony Vegas и поэтому смонтировать видосик. Хочу посвятить этот видосик такой вот теме, как глобальная карта, топовые кланы, там, ну, всё в таком духе. Там на глобальной карте сейчас намечается уже, я так понимаю, буйно процветает такая затея, как Контрас. Я особо сильно много не буду вдаваться в подробности, так, перескажу своими словами, что я понял. И я оставлю, наверное, ссылку на видосик, чтобы каждый смог сам посмотреть и, возможно, почитать полностью на форуме, что это такое, как это, да и что такое. Топовые кланы, топовые альянсы, ну и, в принципе, топовые спонсоры всех этих кланов и альянсов объединились и создали такой вот какой-то штаб, который готовился в течение пары месяцев, дабы выстрелить такой вот темой, как Контрас на глобальной карте, перекрасить всю глобальную карту в один коричневый цвет и остановить вообще глобальную карту. Поскольку разработчики не прислушиваются к игрокам, которые на глобальной карте играют, затея отличная. Я по причине этой и особо-то и меня не сильно зацепили топ кланы, чтобы в них оставаться всегда. Да и вообще глобальная карта и вообще кланы это очень запущенная тема, поэтому я, в принципе, поддерживаю такую ситуацию, но никак ей не могу ничем не поспособствовать, не препятствовать, ничем. Просто порассуждаю на эту тему. Я, по сути, в топовом клане, да и вообще в клане особо создал свой клан, но у нас ничего не происходит, поскольку у меня тупо банально не хватает сейчас, именно сейчас, ни времени, ни сил. А вообще, я ушел из хороших достаточно кланов по одной простой причине. Вся суть нахождения в клане это банальная накатка количества боев. Поначалу ты это не сильно воспринимаешь в штыки, более-менее нормально, но потом со временем ты просто изматываешься, тебе это надоедает. Никакого разнообразия нет и чем дальше, тем хуже, тем все как-то начинает уже надоедать. В принципе, в теме, в этой, на форуме, люди, которые все это затеяли на глобальной карте, это все описали. Такая вещь, как накатка боев и однообразие без всяких тактических и остальных решений на глобальной карте, такое там тоже описывается. Да и, в принципе, влиться в коллективы не так уж легко. Попасть в хороший клан, во-первых, сложно, во-вторых, потом ты в нем батрачишь, как раб, получаешь за это плюшки. По сути, все топ-кланы и альянсы держатся на топовых спонсорах. И, по сути, кроме как накатывать бои и получать за это от спонсоров вознаграждение, по сути, больше в кланах топовых делать нечего. Поначалу ты вливаешься в коллектив, знакомишься, общаешься, прикалываешься, там, шуточки туда-сюда, интересно, потом начинаешь уставать и, по сути, в принципе, все. На этом вот так у меня и закончилась активная клановая жизнь. По большому счету, вся глобальная карта держится на топовых спонсорах, которые спонсируют кланы, альянсы, игроков, руководство кланов и все остальное. И полевиков. По сути, если бы их не было, глобальная карта, мне кажется, уже бы загнулась давным-давно. Просто спонсоры меряются своими кланами и альянсами на глобальной карте, пытаясь чего-то достичь. И только на своем интересе и энтузиазме, и своих средствах финансовых выезжают на глобальной карте. Если бы их не было или им бы надоело спонсорам, мне кажется, глобальную карту можно в одну секунду закрыть полностью, поскольку там особо ничего не будет происходить. Ну и по большому счету, я так понимаю, за счет этого, точнее, благодаря этому, вся вот эта затея в виде контраст и затеялась. Вот такая вот интересная история. Кому более подробно хочется в этом узнать, будут ссылочки в описании на видосики, на форум. Это не какая-то реклама или что-то такое. Просто лично мне эта тема показалась интересной, поскольку мне чуточку было о чем в ней рассказать. Я глобально в этой теме никак не участвовал. Просто как боец каких-то кланов от себя маленькие крохотные впечатления рассказал о том, что просто устаешь от однообразной накатки и, в принципе, все. И такая вещь у разработчиков еще есть. Какой бы ивент или режим они не вводили в игру, все они заключаются лишь в одном. Накатать количество боев. Вели ранговые бои в топ в 10%. Топ-статисты? Да нет, топ-задроты, которые накатали больше боев. Вот и все. То же самое на глобальной карте, в укрепе и в остальных режимах картошки. Больше боев накатал? Молодец, не накатал. Уже много альянсов и кланов присоединились к этой теме. Разработчики уже даже услышали игроков на глобальной карте. И будет встреча представителей Contras, я так понимаю, с Славой Макаровым. Увидим, какие плоды будут от всего этого действия. На самом деле, такое надо не только на глобальной карте, но и уже в самой игре. Уже очень сильно заметно, что разработчики игры, которые сейчас занимаются игрой, не особо делают игру лучше. И однообразие, честно говоря, уже надоело. Можно было уже довести игру бы до какого-то более интересного состояния. С вами был Варчик. Играйте красиво. Всем пока.